Лиза, а ты помнишь, кто из героев мультфильмов напевает эту песенку? Конечно, Винни-Пух. А что он сказал? А он говорил, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Вот мы и пришли к главному дачнику Приморья Сергею Морозову. Конечно, ведь мы ведущие проекта «Дачный десант» на общественном телевидении Приморья. Данил Макарычев. И Лиза. Даня, а ты знаешь, что в гости с пустыми руками не ходят? Конечно, поэтому я с собой взял благодарственное письмо от общественного телевидения Приморья Сергею Морозову, главному дачнику Приморского края. А еще подарочки сегодня будут? Лиза, а нам подарки не нужны. Пошли в теплицу. Иди, Лиза, в теплицу. Сергей Борисович, ну, слушайте, проводили мы девушек наших в теплицу. Они там сейчас будут готовить что-то, готовить посадку, наверное, какую-то. Не знаем мы. И вы не знаете, хоть вот главный дачник, и я не знаю, хоть я уже год делаю проект, что-то они там посадят. А вот сейчас, вот здесь, вот на дачном участке, вне теплицы, что можно делать? Ну, во-первых, сейчас сошел снег. Рекомендуется убрать сухостой. Сухостой. Начался пожароопасный период. Каждое возгорание может привести для СНТ большие-большие трагедии. Поэтому нужно, естественно, пока еще трава не до конца высохла, но уже оттаяла, потихонечку нужно наводить порядок. Сейчас уже не замерзает вода на ночь. Необходимо набрать бочки с водой, если есть общественные скважины, либо общественные водоемы, чтобы на каждом участке стояла вода. Второе, естественно, все уже знают и умеют под грабельки убрать сухостой, если где-то надо использовать триммер. Триммер просто это чем бороду обычно бреют мужчины, такое есть сооружение. А народный есть какой-то триммер вот тоже? Что это такое? Ну, это бензокоса, либо электрокоса. Ножницами можно подстричь, я не знаю. Или надо обязательно идти в магазин, покупать что-то большое? На самом деле, трава за зиму, она очень сильно высохла, ее можно и руками, в принципе, поломать, выдернуть. Но технологии-то не стоят на месте, технологии-то идут вперед, и поэтому, я считаю, нужно использовать те преимущества, которые нам дают новые технологии. И новые технологии есть и в законодательной базе. Я знаю, что дачники с прошлого года и в этом году продолжают пользоваться государственной поддержкой. Вот как председателю СНТ получить грант? Тоже очень, между прочим, народный и важный совет. Для того, чтобы поучаствовать в грантовой поддержке, там ничего сложного нет. Необходимо подготовить заявку, к заявке приложить сметы расходов. Это можно все изучить на сайте Департамента внутренней политики, подготовить пакет документов и сдать уже и на конкурсной основе. Самые нуждаемые общества получат данные денежные средства. Если я не ошибаюсь, на этот год выделено даже, по-моему, чуть больше 20 миллионов рублей на поддержку садоводства. Это на самом деле нонсенс для Приморского края, и мы очень благодарны за это. Думаю, сейчас все дачники Приморского края внимательно послушали, узнали и, конечно, воспользуются мерами государственной поддержки. Но а какие еще дела нужно сделать на даче, расскажем в нашей рубрике «Удачные советы». В конце месяца отберите семенной картофель для проращивания или яровизации. Выложите клубни на свет в теплое место при температуре 18 градусов примерно на две недели. Можно поместить в два слоя – в невысокие ящики с влажными опилками, торфом или песком. Затем перенесите картофель в помещение с температурой 13-15 градусов при рассеянном освещении. Ну что, помог вам наш совет или нет? А ведь вы тоже можете что-то подсказать. Присылайте свои советы к нам в аккаунты в социальных сетях. Найти нас можно и в Однокласснике, и в ВКонтакте, и в Телеграме. Ну а мы идем дальше смотреть, что там происходит в теплице. Так, Ольга, что мы сегодня с вами будем делать? Мы будем садить рассаду томатов. Мы сначала делаем небольшую ямку. Ты делаешь уже большеватую. Вот прям совсем чуть-чуть. А вот на сколько нужно? Ну вот прям совсем, буквально там вот... Паром миллиметра? Да-да-да, прям совсем чуть-чуть. И можно выбрать, да, какой-то? Выбирай. Мне нравится черное сердце с носиком. Мы выбираем 5 зернышек. И раскладывай. А теперь сверху присыпаешь, берешь перлит вот так. И прям присыпаешь. Ничего сложного. Ничего сложного, но консистенция такая интересная. Чем-то похожа на порошок стиральный. Нет, это не порошок. Так, и как теперь делать? А теперь давай мы чуть-чуть там надо, наверное, мне кажется, подкачать. Так, теперь берешь, вот нажимаешь на эту кнопочку и прям близко подноси. Вот, вот, вот. А переборщить нельзя? Сейчас нельзя. Нет, еще. Еще. Так, чтобы немного воды на поверхности, получается, осталось. Ну, она не то, что на поверхности. Она сейчас вся впитается. Я думаю, что, в принципе, достаточно. Так, ну вот, мы с тобой уже 4 сорта посадили. Видишь, какие мы молодцы. В теплице я сейчас, конечно же, не оставлю нашу рассаду, а заберу ее домой. Потому что для рассады требуется температурный режим определенный. Хотя бы первые несколько дней 25 градусов. Для того, чтобы ростки пошли в рост. Сейчас мы это все заберем домой и будем готовить тыквенные оладьи. А что еще можно посадить в ближайшее время на дачных участках в Приморье, расскажем в нашей рубрике «Огород круглый год». Сейчас лунный календарь советует в теплице, на подоконнике замачивание и проращивание семян. Посев семян белокончанной капусты, цветной, савойской, брокколи, кальраби для открытого грунта. Посев огурцов для выращивания в теплице. Посев на рассаду острого и сладкого перца, томатов, баклажанов. Пикировка сеянцев, высадка в теплицу, рассады томатов, огурцов. Выгонка лука, батуна, петрушки, укропа, щавеля, сельдерея, свеклы, мангольда. Полив, минеральная подкормка. Не знаю, помогает ли унный календарь дачникам, но полезный и вкусный перекус точно на даче необходим. Ну а что еще можно поесть весной, когда с грядок-то ничего не собрано? Поэтому воспользуемся продуктами, которые сохранили у себя в кладовке. Ну вот, например, я знаю, вот тыквочка такая была, теперь она уже здесь. Оль, что мы готовим сегодня? Мы будем готовить тыквенные драники. Правильные? Правильные. Без сахара. Без сахара. Хорошо, сейчас сахар не нужен. Так, что мы делаем? Я думаю, Елизавета тоже должна помогать нам. Да? Что же я один-то буду все крутить, вертеть? Ну, давай, наверное, мужскую работу потереть, тыкву. Так, нет, 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 нет. Вот на вот этой ты трешь. А вы бы параллельно тоже что-нибудь делали? Потому что, ну, я думаю, мы так просто быстрее шесть рук приготовим. Шесть рук? Шесть рук. Раз, два, шесть. Вот, допустим, банан вы можете, или это все потом добавлять? Это уже все потом. Нам на самом деле очень приятно наблюдать, как ты, Данил, работаешь. Данил Борисович может и борщи варить на самом деле. Ну, это же замечательно. Ну, больше мы сегодня варить не будем, а вот, я думаю, драники все-таки попробуем. А вообще, как вы считаете, Ольга и Елизавета, как вы считаете, вот на даче после... Вот вы же работали сегодня больше руками, чем мы-то с Сергеем Борисовичем. Просто поговорили-поговорили о том, а вы там сажали-сажали. Что, кстати, посадили и насколько полезно после этого все перекусить? Мы сажали семечки, семена точнее, семена томатов. И думаю, что перекусить после любой работы хотелось бы, конечно. А вы как считаете, Ольга, кто хорошо работает, кто хорошо кушает? А это вот все вот это перетереть надо? Вот эти все вот тыковки вот эти вот? Ну, может быть, не все, мы сейчас посмотрим. А есть ее вот можно? Можно, это хорошая тыква. Дальше у нас Лиза вступает в работу с бананом. Да, Лиза, чизь банан. Я вбиваю яйцо. А теперь ты берешь и разминаешь банан. Вот так. Вот прям бери, вот. Немножко будет сложно тоже, но я верю, что ты справишься. И теперь мы одну ложечку миндальной муки. Она даст такой ореховый привкус, будет очень-очень вкусно. Давайте я теперь... Мне кажется, у меня самый красивый получился. Ну вот и получилось. Вкусная, парящая наша приморская. Точно так же, как вкусная, парящая и приморская наша программа «Дачный десант» на общественном телевидении Приморья. Причем смотреть нас можно не только в телевизоре, но и в социальных сетях. Найти нас можно ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм-канале. Всем удачи и до высадки нашего десанта на ваших участках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!